Все получится, было бы желание. Активисты российского движения школьников и волонтеры Победы создают креативное пространство в детской поликлинике номер 8. Сделан ремонт в поликлинике, но стены вроде как бы красивые, все сделано, все хорошо, но как бы они голые, будем так говорить. Подумали, порешали и был у нас проект уже, который шел, это роспись стен в Кохомской детской поликлинике. И решили попробовать здесь сделать то же самое с силами волонтеров Победы. Добровольцы, конечно, нашлись. Откликнулись ученики 43-й школы и педагог доп. образования Марина Сатиева. Если в Кохме в основном работали студенты художественного училища, то некоторые из этих ребят взяли кисточки впервые. Куратор проекта говорит, что это не страшно, ведь во многом роспись делают по трафаретам. Рисовать я не умею, но это интересно. Мы рисуем по трафаретам. Я нигде не училась, но я ходила на уроки рисования к Марине Борисовне. Маленькие дети не очень мешают, но им интересно. Один пациент даже принимал участие в рисовании. Он подошел и попросил порисовать, и он рисовал там одну ромашку. Работа закипела на лестничных площадках и в вестибюле второго этажа. Тему росписи выбирали сообща. Администрация поликлиники цветочный дизайн одобрила. Также решили украсить стены сюжетами из советских мультфильмов. Паровозик из Ромашкова. Триам, здравствуйте. Все мы родом из детства. Эти мультфильмы смотрят и дети сегодня. Они добрые. И родители с детьми в поликлинике отвлекают как раз детей от прививок. Ну, это здорово. Все герои добрые, красивые. Приятно посмотреть. И родителям тоже вспомнить детство. Новые рисунки дополнили роспись, сохранившуюся еще с советских времен. Работа кипела больше месяца. В ней задействовали 15 человек. В том году был год волонтерства. Это тоже нужно отметить. Нас с этим познакомили в школе. Все началось со школы именно. И дальше нас стали продвигать, знакомить с другими организациями. И мы так, в общем-то, как-то к этому привыкли. И считаем это уже неотъемлемой частью нашей жизни. Работы по росписи ребята вели в рабочее время поликлиники. Ведь краски, которые использовали в работе, водоэмульсионные. Они яркие, безопасные и совсем не пахнут. Рисунки, которые сделали ребята, помогут поднять настроение маленьким пациентам перед процедурами. Максим Серебряков, Любовь Почерникова, РТВ, Иваново.